Большие гастроли Долгопрудненского театра «Город» и Самарского художественного театра подошли к концу. Сегодня в региональном отделении Союза журналистов России подвели итоги концертного тура творческих коллективов на большой пресс-конференции. Гости из Подмосковья представили на суд самарского зрителя сразу четыре работы из своего репертуара. Арабскую сказку «Аладдин», спектакль «Аленький цветочек», «Открытие жизни» и его величество «Государь Николай II». Все постановки пришлись по нраву местной публики. Артисты получили новый опыт и зарядились мощной положительной энергией от благодарных зрителей нашего города. Для нас большая честь приехать была в Самару и познакомиться именно с вашим зрителем. И здесь мы столкнулись с тем, что наши спектакли очень многие задействованы вместе с самим зрителем на импровизации, на взаимодействии, на контакте. Нам очень важно, как они реагируют. Здесь я надеюсь, что нам удалось и по отзывам зрителей им понравились те истории, которые мы рассказывали им. Прежде всего это был спектакль «Аладдин». Труппа Самарского художественного театра тоже приезжала в гости к коллегам из Подмосковья в апреле 22-го года и показала ценителям искусства свои спектакли. Это стало возможно благодаря реализации федеральной программы «Большие гастроли», которую инициировало Министерство культуры Российской Федерации. Мы подружились с артистами, подружились с руководством театра. Ну вот действительно, что стали просто друзьями. Принимали нас за Долгопрудным тоже очень радушно. Мы несколько раз пытались подавать документы в эту программу. Мы подавались с Челябинским театром, мы подавались с Иркутским театром и, к сожалению, не прошли. А вот с Самарским театром все получилось, что, в общем, особенно для меня, как для руководителя, когда все получается, все складывается особенно знаково, поэтому город Самара стал для нас счастливым городом. По словам руководителей творческих коллективов, сотрудничество Самарского художественного театра и Долгопрудненского театра «Город» будет продолжено. Уже в ближайшее время артисты планируют делить сцену на различных фестивальных площадках страны. Анатолий Головко, Василий Колдашов. События.